Добрый день, дамы и господа! Представляем вашему вниманию очередной дайджест новостей, подготовленной редакцией портала главпахарь.ру. УМГ представил первый телескопический погрузчик российского производства с регулируемым вылетом стрелы. Техника имеет возможность агрегатирования с различными камшами, в том числе строительными и сельскохозяйственными, отвалами, щитками, вилами, захватами, крюками, платформами и гидролебедками. Погрузчик оснащен двигателем ЕМЗ мощностью 130 л.с. и способен поднимать грузы весом до 4 тонн. Высота подъема ковша составляет чуть более 7 метров. Вылет стрелы варьируется от 4 до 4,5 метров. В случае эксплуатации в отрасли сельского хозяйства погрузчик предназначен для перевалки зерна, корнеплодов, тюков, рулонов и бигбэгов. Оборудование также позволяет раздавать корм, сено, силос и очищать животноводческие комплексы. Агрегат поступит на рынок до конца 2021 года. Велес – лидер по продажам отечественной почвообрабатывающей техники в 2020 году. Согласно анализу рынка от Ассоциации Росспецмаш, лидерство в сегменте техники для обработки почвы стало возможным благодаря тщательной оптимизации производственных процессов, стабильному спросу на орудия Велес в России и увеличению более чем в три раза объемов реализации почвообрабатывающей техники на европейском рынке и в Казахстан. Петербургский тракторный завод представил новый экспортный сайт. Сайт создан как инструмент коммуникации с англоязычной аудиторией. Он расскажет зарубежным аграриям об экспортном исполнении трактора Кировец К7М. Разработка сайта связана прежде всего с растущей популярностью трактора К743 в странах Восточной и Центральной Европы. Экспортные версии машины отличаются от российских модификаций двигателем Mercedes-Benz мощностью 435 л.с., отвечающим экологическому стандарту Stage 4. Ежегодно завод экспортирует более 100 единиц в Германию, Чехию, Болгарию, Польшу, Венгрию, США, Канаду и Австралию. Итальянский бренд Seim Deutzfar Group представил три новых компактных трактора. Новые тракторы Deutzfar 5D TTV, Seim Dorado CTV и Lamborghini Spire VRT предназначены для смешанного земледелия, виноградарей, садоводов, а также специалистов отрасли животноводства. Новый модельный ряд доступен в версиях с трех- или четырехцилиндровыми двигателями собственного производства типа 4Motion, мощностью 90, 100 и 113 л.с. Техника также получила беступенчатую трансмиссию TTV с двумя рабочими режимами, позволяющими двигаться со скоростью до 40 км в час на малых оборотах. Система управления использует эргономическую консоль MaxCom и приборную панель с дисплеем InfoCentry Pro. Компания Ploiger анонсировала новую четырехколесную машину для транспортировки и внесения жидких и полушидких органических удобрений. Новая техника призвана заполнить пробел между трехколесной и пятиколесной версиями AT. Прототип будет протестирован в начале этого года, после чего машина будет впервые показана на выставке Агритехника в ноябре. На новый четырехколесный Ploiger будет установлен бак объемом 22 кубических метра, а также двигатель Scania мощностью 550 лошадиных сил. Техника также получит механический привод, трансмиссию от ZF, оси от Kessler и кабину от Klaas. Серийное производство машин запланировано на начало 2022 года. В Германии разработали автономного роботосадовника. Ученые университета Гоббенхайма представили универсальный агрегат на гусеничном шасси. Новый робот Phoenix предназначен для ухода за фруктовыми плодовыми деревьями и садами, преимущественно в регионе Центральной Европы. Робот анализирует данные с помощью искусственного интеллекта и выполняет операции по регулярному и профессиональному обрезанию веток. Канадская компания McDon представила обновленные кукурузные жадки серии C. Новые приставки визуально напоминают линейку продукции Oro Scornado. В настоящее время оборудование в ярко-красных цветах бренда доступно в трех основных размерах – 6, 8 и 12 рядков. Модели с измельчителем стеблей можно идентифицировать по букве C рядом с числовым символом. При этом только 8 и 12 рядные машины доступны с гидроблическим складыванием для транспортировки. Адаптеры стали прочнее, легче и экономичнее. Новое решение гарантирует эффективное подрезание даже при скорости уборки 12 км в час. Новые самоходные опрыскиватели Quernelland IX Drive S6 получили дополнительные функции. Напомним, что техника была официально презентована в конце 2020 года. Машина оснащена шестицилиндровым двигателем Perkins мощностью 300 л.с. и баками объемом до 6000 литров. Техника получила интеллектуальную электронную комбинацию ISO Match Telus Pro и инновационное аппаратное и программное обеспечение IX Prey с интуитивно понятным сенсорным интерфейсом. В стандартной комплектации опрыскиватели оборудованы системой автоматического управления клапанами IX Clean Pro и системой циркуляции высокого давления IX Low E с управлением форсунками, что позволяет повысить точность распыления. Нидерландская компания Knoll будет реализовывать сельскохозяйственную технику под собственным брендом. Первой машиной на рынке станет новый пресс-подборщик Knoll Medifix 2, главным отличием которого является возможность обмотки пленкой. Изначально данный агрегат производился и реализовывался финской группой Agronic. Как отметили в пресс-службе компании, Knoll будет реализовывать продукцию под собственным именем более чем в 50 странах мира. Тракторы Steyr и Kays получили новое сверхпрочное лакокрасочное покрытие. Австрийский завод CNH Industrial инвестировал около 1 миллиона евро в модернизацию покрасочного цеха, а также установку предварительной обработки, промывки и покраски. По заверению руководства компании, новое глянцевое покрытие теперь более плотно присоединяется к металлическим поверхностям, при этом сама окраска стала более устойчива к царапинам, трещинам и ржавчине. Датский сельскохозяйственный робот Работти получил новую функцию для полевого опрыскивания. Теперь на технику устанавливается новая штанга опрыскивателя Dunfoil. Агрегат, оснащенный специализированным оборудованием, получил название Работти Speedfire. По заверению производителя, робот может найти широкое применение среди фермеров и аграриев. Его дополнительным преимуществом являются секционное ограждение и постоянная высота стрелы из-за отсутствия колебаний. Компания Кубота вложит около 20 миллионов долларов в инновационный стартап Tevil Aerobotics Technologies. Напомним, что фирма Tevil производит автономные дроны-беспилотники и летающие роботы для сбора фруктов. Ожидается, что бренд осуществит коммерческое преобразование и получит финансирование уже в 2021 году. Благодаря партнерству появится возможность усилить разработку технологий для оптимизации процессов прочного труда и автоматизации сбора фруктов. Ранее корпорация Кубота объявила о приобретении доли в еще одном израильском стартапе Agritec C3 Systems, предлагающем услуги по мониторингу сельхозкультур с помощью технологий искусственного интеллекта. Компания Müller Electronics представила новый терминал Smart 570 ISOBUS. Оборудование представляет собой компактное устройство начального уровня. Устройство может использоваться в качестве универсального терминала UT на всех машинах ISOBUS, независимо от производителя. Терминал отличается небольшими размерами, компактным дизайном и несложной интеграцией в салон. Оборудование оснащено дисплеем 5,7 дюймов, а также 12 функциональными клавишами. Управляется с помощью сенсорного экрана, мембранной клавиатуры и поворотного энкодера. Обладая классом защиты IP67, терминал может использоваться при температуре от минус 20 до плюс 65 градусов Цельсия. В Индии начались крупнейшие протесты фермеров на тракторах. Индийские фермеры протестуют против новой аграрной реформы, направленной на создание в стране свободного рынка торговли. По мнению аграриев, новые законы хоть и упрощают правила продажи, ценообразования и хранения сельскохозяйственной продукции, но подразумевают ввод понятия свободного рынка, что впоследствии может привести к исчезновению оптовых стихийных рынков и появлению конкурентов в виде больших компаний и агрохолдингов, что сократит прибыли простых рабочих. В настоящее время беспорядки происходят по всему Дейли. В Удмуртии пройдут открытые международные игры «Тракторный биатлон». Мероприятие пройдет в марте текущего года. В настоящее время организаторы уже вступили в активный этап подготовки к проведению соревнований. Местом проведения нынешних состязаний впервые станет туристический комплекс «Камские дали». Участники на гонку по пересеченной местности традиционно выйдут на тракторах МТЗ-82. Жюри будет учитывать как мастерство в управлении сельхозтехникой, так и скорость преодоления препятствий и меткость в стрельбе по мишениям стоя и лежа. Минский тракторный завод уже подтвердил участие в соревнованиях и объявил о намерении победить, а также организовать в рамках события выставку техники. Подробности этих новостей, а также много другой интересной и полезной информации вы, как всегда, найдете на портале главпахарь.ру. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео на нашем канале. Я же прощаюсь с вами до следующей недели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok